Я недавно слышал, что одному молодому человеку, мужчине, сделали операцию на аорте У него была аневризма и аорта расширилась где-то на 20 сантиметров Представьте себе, вот такой диаметр у вас внутри расширилась аорта И не знаю, как этот молодой человек умудрился так себя запустить, дотянуть до такой стадии, что на 20 сантиметров Нечто подобное было у Андреева Который как раз рассказывал, что к нему обратился молодой человек, у которого была аневризма Он там задыхался, все это там, ну, дело очень, короче, плохое шло И вот как раз я здесь, это номер 5 за 2014 год Это вообще в книге, по-моему, по очищению организма есть Вот такая схема, объясняющая патологию при портальной гипертонии Стрелки обозначают затруднить отток крови Когда все это затруднено, значит, вот и начинает, возникает Он говорит, раз оно где-то затруднено, значит, где-то расширяется, где-то сужается, где-то спазмируется, и так далее, и так далее И все это завязано на печени Вот как раз при инфракрасной фотографии видны расширенные вены, в которых идет застой крови Это портальная гипертония, когда кровь не проходит через наш фильтр печень Заставится и вот так вот дует, дует, видите, вот в этих вот областях Естественно, в ногах, естественно, в районе там прямокишечных вен возникает геморрой и так далее И, естественно, это же влияет на аорту Видяк ее, значит, расширению тоже, понимаете, надо давить, давить Она туда не идет, значит, надо поднимать давление Так вот, пришел этот паренек к Андрееву К Андрееву пришел и говорит, так и так, вот что мне делать, вот-вот-вот я тут погибаю и так далее А он, значит, направил его к Буревой Татьяне Буревой, я думаю, наверное, это бабушка уже тогда была А сейчас, по-моему, не знаю, скорее всего, ее нет в живых, но не буду говорить Но это давно И вот она сделала ему чистку печени Вот как раз это чистка печени здесь изложена Номер 5 за 2014 год То есть побурево, мягенько, хорошо для того, чтобы все эти там расслабить протоки Рассосать вот эти вот все сгустки, понимаете Там уже все спрессовано И все это спрессованное, почему не проходит круг Потому что, будем говорить, уже там натолкано все там все это Надо это все размягчить Надо все это раздробить Надо сделать это все текучим Вот она как раз применяла, значит, семена укропа, чтобы они дробили Фенхеля, кориандр, тмин, тмин, помните тмин Аниса и так далее Вот что там делать И сделала этому молодому человеку двойную чистку печени Вот он, если раньше ходил и задыхался То после того, как у него, значит, прошло очищение печени Вышло там все это там, мазута и прочее Он начал носиться по лестничным пролетам Через несколько ступеней прыгать То есть, настолько все это заработало И, кстати, вот молодой человек Вот он, да Он прислал свою фотографию Что он сделал чистку Сделал чистку печени Так как он говорит, я занимался здоровым образом жизни То я был уверен, что у меня с печенью было в порядке Но вот, когда он сделал ее Он прислал мне фотографию Вот результат данной чистки Запечатлен на фото С обратной стороны фото написано Что часть из 152 камней Вышли в первую чистку печени В мои 25 лет Вот это спичечный коробок Вот это вот лента сантиметровая Видите, какой гельбик проскочил Сквозь желчные протоки Потому что они расширились И более мелкие И после того, как это все произошло Он, естественно, тоже почувствовал облегчение Прилив сил То есть, вот такие, казалось бы, вещи Вещи Можно решать совсем по-другому Если знать, откуда растут ноги А если это не знать Вот так вот 20 сантиметров У вас будет аневризма тут Которая все тут сжала Все это вы задыхаетесь Из-за того, что, понимаете Вот в аорту все это Кровь качает А из-за аорта никак она не может там пройти Потому что тут у вас все там забито И в первую очередь печень Почистили печеночку Все, где она делась Никакой не надо операции То есть, как бы сказать Подходы совершенно различные К одним и тем же вещам И это ж надо Ну, пускай я сижу Вот неграмотный Там какой-то тут это самое Человек далекой От медицины Мне это просто вынудило заниматься то, что Свои собственные проблемы я должен был решить В противном случае Меня бы отрезали-зарезали И навряд ли я уже был бы там живой Но медики должны же взять Вот это что-то понять А то вся эта медицина Должна делаться на физиологии Это ж в коню понятно Ну, что показывает практика Все, что угодно Какие-то анализы Какие-то то, сё Пятое, десятое А до таких простых вещей Что там распирает И почему там распирает Из-за закупорка И как ее, значит, устранить Нету Вот этого нет И получается, что мы сделали операцию Пересадили там вот ему там это Так ладно Пересадили то, что у него расширилось Да, там взяли это А проблема-то осталась А дальше обычно они пишут Что стало с этим человеком Мы пересадили, мы его вылечили Хорошо, хорошо А вот что дальше будет Проблема осталась Она опять расшит ему Бабахнет И все повторится снова Чудны